Всех приветствую на своем канале Инфам и Тиньфам и с вами Елена. В этом видео пойдет речь о моих покупках за последние полгода в косметии класса люкс. Начну я с духов, потому что у меня будет только один флакон. И это духи, которые на самом деле мне были подарены моей тюдей, когда я была на Украине. И сейчас они у меня лежат на работе. И я решила их прикупить в большом формате, потому что они мне безумно нравятся и хочется ими пахнуть как на работе, так и дома. Это будут духи Paris от Yves Saint Laurent. Так выглядит флакон. И если бы меня спросили, чем пахнет женственность, то я однозначно бы ответила, что это Paris от Yves Saint Laurent. Они пахнут просто женственностью, элегантностью и одновременно в них есть характер. Это аромат, который у меня чаще всего тянется рукам. Конечно же я люблю свои ароматы от Ben Heligons, в этом не вопрос. Но вот эти вот, они настолько вот подходят мне по индивидуальности. Они такой вот свободной женщиной, но в то же время элегантной, с изюминкой и секретом. Я в нее влюблена, это аромат просто, не знаю, он божественный. Следующий продукт это будет пудра. Я ее, кстати, сама не покупала, мне сделал сюрприз, мой муж подарил на 8 марта. Эта пудра, она просто нашумела на ютубе. И почему я ее так долго особо не покупала, на самом деле она у меня когда-то была, когда мне лет было 20-22. И она была вот прям такая, какая-то как из мела, то есть выбеливала лицо. И честно говоря, меня не впечатлило, поэтому я ее больше не покупала, хотя ютуб уже шумит о ней очень долго. Как вы думаете, что это было? Конечно же это метеориты от Guerlain. У меня во втором номере, клеев, то есть светлый. Поменялось, конечно же, многое с тех пор. Оказывается, я не знаю, мне только так кажется или кто-то еще со мной согласится. Конечно же поменялась сама упаковка, которая выглядит прекрасным образом. Вокруг вот такая вот рыбья чешуя, которая напоминает арт-декор. Она из металла, раньше она была из картона и была такая вот кремевая. Поэтому действительно улучшение в лучшую. Ну и сам состав, на мой взгляд, поменялся. Потому что раньше, как я говорила, она мне как-то вот казалась такой прям как мел. Сейчас же появилось больше перламутровых таких шариков. У меня снова же из постоянной коллекции, то есть здесь есть розовая, зеленая, сиреневая. Потом перламутр цвета шампанское, перламутр белый, обыкновенные белые и желтые. Прекрасный продукт, прекрасно пахнет, ложится вуалью, создает такой вот эффект свечения. Сразу же оговорюсь, у кого жирная кожа, вы можете использовать этот продукт. У меня жирнится лоб и как раз когда он у меня жирнится, я наношу эту пудру. Она одновременно и матирует, и создает такое свечение здоровой кожи. Не жирной кожи, а здоровой. Это не блеск. Смотрится это просто превосходно и, не знаю, очень такой деликатный эффект. Но мне она очень понравилась. Пользуюсь ей, конечно, с большим удовольствием. И теперь занимает прям такое вот почетное место у меня на моем туалетном столике. Могу вам ее рекомендовать. Что у меня появилось за последние полгода, конечно же, это тушь. У меня тушь от Диор. Это Диор Шоу Экстаз. Я когда-то делала видео о всех тушах, которые у меня когда-либо было. Поставила им всем место. То есть, делала некоторый такой хит-парад. Ссылку оставлю на видео здесь, кому интересно. Там я описываю более подробно. И что хочу сказать. Мне эта тушь нравится очень-очень-очень. А говорю, сейчас она у меня не на глазах. Потому что это тушь. Мои ресницы делают еще гуще, более длинными. И мне очень нравится, какой эффект она создает на моих ресницах. Поэтому на данный момент это моя любимица. У меня черный в черном цвете 0.90. Кто ищет тушь, могу ее посоветовать. Следующий косметический продукт будет помада от Герлен. У меня это Хоши Томатик. То есть, вот так вот она выдвигается. Такой глубокий винный цвет, бордовый. Это номер 124. Просто всегда оставила на первое место помада от Тиор. Сейчас я попробовала помаду от Герлен и поставила их на то же первое место вместе с Тиор. Мне качество лично очень понравилось. Эта помада, она приятно ложится на губы. Она очень хорошо в носке. Очень такие приятные ощущения. Она долго держится. Она хорошо пахнет. Единственный минус для меня это ее упаковка. Потому что вот так вот квадратно ей очень тяжело наносить на губы. И, конечно же, лучше использовать кисточку. Можно, конечно, приноровиться. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу, это будет вот такой вот маникюрный набор лаков от Тиор. И у них такая вот красивая глянцевая косметичка лакированная. Она вот так вот открывается. И здесь у нас действительно все, что надо иметь в дорогу. Это компактно. Здесь ацетон, базовое покрытие, топовое покрытие. И потом самые такие базовые ходовые цвета. Это такой нейтральный цвет, серый и красный. Очень хорошая пилочка. Здесь еще была апельсиновая палочка, которая, к сожалению, где-то забыла, не знаю. Но хорошего качества. Сами лаки, они довольно жидкие. Не такие, как вот с этой коллекции, которая долго держится. Они хорошо наносятся даже с первого слоя. Второе, это вообще прекрасно. Но огромнейший их минус, то, что они очень быстро слезают. Серый он сходит на третий день, красный вообще откалывается на второй день. И я, конечно же, извиняюсь, но от люксовой косметики я такого не ожидала. Поэтому для меня, если честно, просто огромнейший минус, который просто перечеркивает с ней плюсы этой косметички. И, конечно, я буду ей пользоваться, я буду ее брать в дорогу, потому что это удобно. Но я была разочарована. Если кто-то присматривался к ней и думал покупать, нет, не покупайте. Это потраченные деньги. Тот же лак от Катрис держится и тут дольше. Мое видео подходит к концу. В следующий раз надо будет вам сделать видео с косметикой класса масс-маркета. Также уходу в косметику. У меня есть очень много приятных таких продуктов, которые мне нравятся. Надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было полезным. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам до новых встреч в новых видео. Всех целую. Всем пока.